Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников. Писание этих работ по книге Великие Музеи Мира. Сальвадор Дали. Распятие или гиперкубическое тело. В 1954 год Холл Спасла 194 на 124. Живопись испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали полна снов и видений. Но многое в его искусстве шло от разума. Например, идея изобразить в представленной картине развертку гуперкуба вместо креста. Таким образом, художник сталкивает четкую геометрическую фигуру и страдания креста, подчеркнутое его выгнутым телом с выпирающей грудной клеткой. Это рождает особое напряжение, которым наполнено полотно. Так Дали словно дает понять, что Бога распинает бездушие и холодность мир. В этом произведении Дали продолжает традицию классической западноевропейской живописи, когда в картинах на евангельские сюжеты изображали конкретных людей-современников-художников. Здесь на распятого христа смотрит Галла, жена и муза Дали. Но она не просто предстоит перед распятием, а созерцает его. Оно представляется ее внутреннему взору. Это ее видение. В полотне распятия или гиперкубическое тело, написанное Дали на родине после возвращения из Америки, нашел свое отражение испанско-религиозный темперамент, страстный, порой экстатический. Вот такое описание к работе Сальвадора Дали. Распятие или гиперкубическое тело. 1654 год. Текст по книге «Великие музеи мира». Пока-пока. До свидания. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон»!